Дмитрий Снегирёв, военно-политический обозреватель, появляется в нашем эфире прямо сейчас. Здравствуйте, Дмитрий, рад вас видеть. Добрый день, спасибо за приглашение. Скажите, вот есть ли повод у Путина снимать Герасимов с должности? И за какие проколы? Давайте говорить о том, что это идёт укрепление именно президентской вертикали. Устранение возможных представителей военно-политической оппозиции. Причём речь идёт не о конкретно даже Герасимов, а о таком понятии, как военная оппозиция. Путин катастрофически и панически боится появления нового либо Рохлина, либо, соответственно, Лебедя. И чтобы минимизировать подобные даже сценарии, теоретически убираются все люди, которые потенциально могут претендовать на роль руководителя военной оппозиции. Я подчёркиваю, потенциально. Причём давайте говорить о том, что подобные кадровые решения, они не первые уже в российской армии. Я напомню, 11 июля минувшего года в результате ракетного удара вооружённых сил Украины по запасному командно-штабному пункту Бердянский был ликвидирован генерал-лейтенант Олег Цокол. Причём командно-штабной пункт размещался в отеле «Дюна». Но примечательно есть то, что в российских пабликах моментально появилась информация о так называемом контролируемом вбросе информации о месте нахождения Цокола. То есть речь шла о том, что российская сторона передала украинским спецслужбам по мысли российских военкоров информацию о местонахождении Цокола. Но дело в том, что на момент нанесения удара целью был не сам Цокол, а командующий 58-й общевойсковой армией Российской Федерации Иван Попов, более известен как «Спартак». Это руководитель, соответственно, оккупационной армии, которая на данный момент противостоит вооружённым силам Украины на запорожском направлении. Так вот, после гибели Цокола и отставки Попова, а Попова отправили в Сирию, последнего на момент появления информации об отстранении Герасимова срочно вызывает из Сирии и в отношении него возобновляется следственное действие. Поэтому ещё раз подчёркиваю, отстранение Герасимова, оно не уникально в своём роде. И речь идёт о массовой зачистке высшего военного командования российских авгуационных войск. Причём я ещё один факт наведу. После гибели Цокола буквально через три дня, а именно 15 июля, принимается решение об отставке генерал-майора, командира Тульской 106-й дивизии ВДВ Селивёрстова. Вот это всё свидетельство того, что Путин проводит, соответственно, массовые репрессии образца 1937-1939 годов минувшего столетия среди военного руководства оккупационной армии. И речь идёт не о военных неуспехах. Речь идёт о борьбе с возможной военной и политической оппозицией. — Да, ещё хочется с вами обсудить, Дмитрий, ситуацию на фронте. Но перед этим не могу, конечно, не спросить вас об Одессе. Сегодня траурный день. Очередной массовый обстрел украинского города у моря. 46 человек пострадали, то есть почти 50. И 14, к сожалению, погибли. Среди них спасатели, кстати, которые в первую очередь вместе с медиками оказывали помощь пострадавшим. Видите сейчас фотографии с места теракта прямо на экране. Вот один из спасателей, кстати, который геройски помогал спасать людей. Вот ему удалось выжить, а кому-то нет. По меньшей мере 10 частных домов повреждено. Было разрушено одно здание реинкарнационной инфраструктуры. Но вот уже есть сообщение о том, что стреляли из оккупированного Крыма ракетами «Искандер-М». Об этом сообщает Сила обороны Юга. Расскажите, пожалуйста, вот про «Искандеры». Если я ошибаюсь, мы не очень часто слышим в последнее время. Ха-59 недавно было в сводке. Почему «Искандерами» и какие цели преследуют? И что говорит нам то, что россияне используют именно этот тип ракет? Давайте говорить о том, что на данный момент Российская Федерация не случайно выбрала Одессу именно как город, по которому ведется интенсивный как ракетный обстрел, так и, соответственно, беспилотными летательными аппаратами. Летательными, я извиняюсь, аппаратами. Речь идет о том, что задействовано несколько факторов. Первое. Не имея возможности силами Черноморского флота противодействовать успешно реализации зерновой инициативы Украины, удары наносятся с использованием «Искандеров», то есть высокоточного оружия, по портовой инфраструктуре города. С целью как раз сорвать экспортно-импортные операции и, соответственно, уничтожить места зернохранилищ. Это первый момент. То есть благодаря успешным действиям силы обороны Украины деятельность Черноморского флота сведена фактически до минимума. Причем следует отметить, что буквально за пару недель до момента интенсивных обстрелов по Одессе силы обороны Украины сообщили о том, что тактико-технические характеристики украинских морских бестилотников улучшены в разы. Речь идет о том, что дальность поражения теперь 950 километров. Для сравнения, это в два раза больше, чем расстояние от Одессы до Севастополя. И увеличена боевая часть морских бестилотников. Второе. Почему именно Одесса? Вы помните заявление президента Франции Макрона о том, что в случае активизации российской угрозы именно в Одессе Франция будет рассматривать возможность отправки вооруженных сил своей страны в Украину. То есть речь идет о том, что Путин пошел на излюбленную тактику повышения так называемого градуса, либо ставок в моменте военно-политического давления как на Украину, так и западных партнеров. То есть показывает готовность эскалации напряжения как раз на Черноморском побережье Украины. И причем давайте отметим и сделаем основной акцент на том, что резкая активизация обстрела в Одессе именно после так называемых мирных инициатив, либо заявлений. И Папы Римского о белом флаге. И соответственно друга нашего, прости господи, Эрдогана, который заявил о том, что мирные переговоры с Российской Федерацией без участия самой Российской Федерации, весьма казульстическая фраза, невозможная. Поэтому Российская Федерация использует ракетный террор, причем удары именно по жилой инфраструктуре с целью максимального количества жертв среди мирного населения, как элемент военно-политического давления на Украину и страны Запада, заставить Украину сесть за стол переговоров. И третий момент, почему эскандерами бьют, соответственно, это террор среди мирного населения. Создание хаоса, паники и недоверия к действиям центральных властей Украины. Вот это три основные составляющие ракетного террора сбоку страны-оккупанта по отношению к украинскому городу Одесса. Александр Сырский сообщает, что авиация противника периодически наносит удары кабами с расстояния 40-50 километров на Авдеевском направлении. Артиллерийские позиции, основные элементы боевого порядка, прикрываются средствами РЭП массово, что усложняет намесение контрбатарейной борьбы. В том числе он говорит о том, что сейчас оккупанты активно последние сутки бросают штурмовые отряды, пушечное мясо и пытаются прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад как раз на этом направлении. Скажите, пожалуйста, какая цель у оккупантов стратегическая или оперативная сейчас? То есть мы привыкли к тому, что если они кидают очень много людей, то они явно хотят добиться чего-то. Получится у них или нет, это вопрос другой. Но за что они борются прямо сейчас? Они пытаются перехватить, соответственно, дать возможность вооруженным силам Украины закрепиться на вновь занятых побежах. Речь идет о второй и третьей линии обороны. То есть пытаются, скажем, использовать тактическую инициативу в районе Авдеевки для дальнейшего продвижения вглубь украинских территорий. Но вынужден отметить и факт того, что, скажем так, оккупанты и пользуются информацией, к сожалению, в открытых источниках, а именно сообщения о проведении ротации личного состава на Авдеевском направлении. Вот именно активизация боевых действий и возможности давления оккупантов, а именно в зоне трех бригад, на мой взгляд, связаны именно с вот этой не совсем правильной информационной составляющей, соответственно, в моменте информационного сопровождения ситуации на линии боевого соприкосновения. И украинские силы обороны, и, соответственно, оккупанты предпринимают попытки, скажем, улучшению тактических ситуаций на линии боевого соприкосновения именно на момент проведения ротации, когда старые подготовленные подразделения, которые прекрасно знают ситуацию, на именно данном участке фронта отводятся и заходят новые, которые не совсем ориентируются на местности. На мой взгляд, скажем, давать на загал подобный характер информации о проведении ротации личного состава не стоит. Это весьма чувствительная информация, которая может привести в том числе к резкой активизации действий на линии боевого соприкосновения. То есть пытаются воспользоваться тем, что находят новые части, которые не знакомы с данным сектором обороны. Основное задание – это попытки прорваться к административным границам Донецкой области. В первую очередь выход, соответственно, на ключевые пункты украинской обороны – это Славянск и Краматорск, ну и, соответственно, Константиновка. То есть попытки, думаю, месяца взять в полный контроль территорию Донецкой области. Дмитрий, но все-таки вы думаете, не на Купинск узловой они сейчас сцелятся? Потому что многие говорят, что их сейчас как раз беспокоит логистика, которая была нарушена вследствие освобождения Купинска узлового. А там железнодорожное как раз соединение проходит. Я неоднократно говорил в ваших эфирах, целью оккупантов является не Купинск узловой, а возможность выхода фланг украинской группировки, сосредоточенной Донецкой области. То есть прорыв далее на Изюм. И с Изюма уже непосредственное давление на Славянск и Краматорск. То есть воссоздание тех событий 1922 года, когда изюмская группировка противника была наиболее многочисленной и боеспособной. И задачей которой как раз и был прорыв в район Славянска и Краматорска. И вот спасибо за ваш вопрос. Таким образом российские оккупанты пытаются атаковать позиции вооруженных сил Украины по направлению Славянск и Краматорс двух фактических флангов. Это, соответственно, прорыв по Авдеевскому направлению и фланговый охват позиций вооруженных сил Украины. Попытка. Потому что ситуация на Купинском направлении хоть и тяжелая, но стабильная. Это со стороны, соответственно, Купинска с дальнейшим выходом на Изюм. Хорошо, Дмитрий. Давайте поговорим о том, каким образом мы можем повлиять на ситуацию. Речь идет о, например, тех же переговорах с государствами, которые готовы вложиться, проинвестировать в производство боеприпасов на территории Украины. Есть информация от Financial Times, что Киев официально ведет сейчас как минимум с 10 странами переговоры. Вот пример интересный приводит министр по вопросам стратегических отраслей промышленности. Александр Комышин. Он говорит, что вот, например, канадский дрон со средней стоимостью 87 тысяч долларов за единицу в Украине можно сделать за 10-25 тысяч долларов за ту же единицу. Вот. И понятно, у нас и линия фронта ближе, мы мотивированы, как никто другой, делать это быстрее, без каких-либо бюрократических проволочек, логистика проще. Насколько реально нам успеть до каких-то очень пагубных возможных событий на фронте произвести самим боеприпасы? Расскажите, пожалуйста, из чего нужно начинать? Ну, давайте говорить о том, что кроме вышедозначенных предприятий, «Рейнметал» заявило о возможности строительства завода по производству артиллерийских снарядов 155 мм калибром. Кроме этого, давайте говорить о чешской инициативе, это передача вооруженным силам Украины 800 тысяч снарядов для нужд вооруженных сил. Это большое количество. Следует отметить, что годовой выпуск боеприпасов Российской Федерации, несмотря на бравурные заявления о трех миллионах снарядов и прочей информационной составляющей, реально составляет порядка 600 тысяч. То есть, если в ближайшее время, а чехи уже дали понять, что в ближайшее время эти снаряды будут переданы вооруженным силам Украины, это значительно снизит такое понятие, как снарядный голос, и, соответственно, остановит дальнейшее продвижение оккупантов. Ну и, соответственно, Укроборонпром. Укроборонпром должен наращивать за счет внутренних ресурсов выпуск артиллерийских снарядов, в первую очередь советского, 152-мм калибра. Средств поражения у ЗСУ как раз под данный калибр порядка 70%. Но здесь встает вопрос, который, ну, скажем так, стоит на заваде как-то, на... Препятствует. Препятствует реализации пороха. Во всем мире большой вопрос по поводу как раз производства пороха, необходимого для артиллерийских снарядов и других средств поражения. Вот это основной компонент, необходимый для производства, но которого, к сожалению, в действии цити во всем мире. Да, получается, большая война вскрывает бреши, которые, кто бы мог подумать, порох, которого может не хватать, да, казалось бы. Ладно дронов, ладно высокотехнологического оружия, порох. Но имеем дело с тем, что имеем. Спасибо вам большое, Дмитрий. Интересная беседа получилась. Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, был в эфире телеканала Freedom. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова